21 мая 2024 год. Послушайте, что-то опять про перемирие начали все говорить. По корейскому варианту, блин, по еще какому-то варианту. Народ, блин, забудьте. Это, понимаете, это хуже, чем если бы нам запад оружия не давал. Какое перемирие? Неужели вас ничему не учит, блин, история, понимаете? Хасавюртовские соглашения. Чем закончились с Россией? Вы не помните? Опять же, что такое корейское перемирие по корейскому варианту? Чтоб Корея существовала с 53-го, южно и северно до нынешнего времени, понадобилось, чтоб там с 53-го года американские войска стояли. Вы где-то слышали, что Байден хотел поставить в Украине американские войска? Блин, такое, знаете, что бывает перемирие с Россией, с Советским Союзом, будем говорить? Вьетнам. Помните, был такой южный и северный Вьетнам. И вот там тоже договорились там об том, что перемирие, перемирие, но не было американских войск, американские войска не присутствовали. Два года, по-моему, прошло, и коммунисты пошли вперед и захапали все это, ну, при помощи опять же того же Советского Союза, то бишь России в другой ипостаси. Какое нахрен перемирие? О чем вы говорите, народ? Вам хочется оставить эти миллионы людей? Я не буду говорить там про бучу, про изнасилование там. Да, все это прекрасно знают, все это прекрасно уже слышали, видели. Тем, что вы сейчас замиритесь на пару лет, на пять лет, я не знаю, насколько вы там, сколько понадобится этому мордору, чтобы опять набраться сил, поднакопить оружие, учесть свои ошибки и пойти уже на нас дать, дать вырасти тем детям, которых он сейчас у нас выкрал в Украине, да, то есть которые, вы же понимаете, что вы сейчас пытаетесь сохранить там десятки тысяч жизней солдат, то есть давайте остановим войну, мы там сохраним жизни десятков тысяч солдат, и это чистая правда. Но вы подумайте о том, что сейчас вот Россия захватила там Донбасс, Крым, это миллионы наших сограждан, миллионы, не десятки тысяч, как погибло, ну, я знаю, там тысяч, наверное, 30, 50, там 100 тысяч, назовите любую цифру, сколько погибло сейчас военных в Украине, понимаете. Но, блин, это несопоставимо с теми миллионами, которые захапала Россия, которая обращает их сейчас своих граждан, как, ну, как, как плесень обращает, все, что она касается, она превращает в плесень, понимаешь, вурдалак, когда кого не кусает, он превращается в вурдалака и упыря. То же самое делает Россия. Те люди, которых я в 14 году, как атошник, пытался в составе 92-й бригады, блин, там что-то под Луганском освобождать, защищать. Те люди, которые оказались в оккупации, сейчас уже выросли, они были детьми, они сейчас стали взрослыми людьми. Да, им было 10, сейчас им 20, они сейчас уже свою голову кладут в попытках убить меня, захватить Харьков, понимаете или нет. Вы хотите дать 10 лет еще или там сколько вы хотите, чтобы выросли вот эти миллионы в Бердянске, в Мелитополе, да, в Мариуполе, кто жив остался, конечно, кто не погоронен там под авиабомбами. Какое перемирие? Нельзя, нельзя с Гитлером перемириться. Ну что, вы не понимаете, что ли? Этот человек просто, его надо, эту страну просто, это государство, которое нас оккупирует там сейчас, надо уничтожать любой ценой. Если мы сейчас остановимся, мы в десятки раз ухудшим свое положение. Перестанет нам запад... Зачем нам давать оружие, если мы перестали воевать? Ну вот, объясните мне, пожалуйста. Скажите, ну все, перемирие, все. Хорошо, даже через два года нападает Россия, пока раскачгарится. Вы видите, три года. Третий год мы ждем F-16. Третий гребаный год. Понимаете? И до сих пор их нету. И что, вы думаете, что когда в следующий раз Россия нападет, у нас через секунду появятся леопарды, абрамсы, там... Это будет та же песня. Три семерки пойдут, потом там... За это время... А Украина уже меньше, там, 20% захватила ее Россия. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Какое перемирие? Я понимаю, что все гребаные в рот, как устали от войны. Раненые, контуженные, убедые, блин. Но как вы решаете проблему, если вы закрываете глаза, понимаете? Если вы просто... За мной бежит тигр, давайте я кастану и немножко притворюсь, блин, деревцем. Что за гребаный дебилизм? Какое нафиг перемирие? С кем? С этими упырями, которые сжигают... Посмотрите, что сейчас с Волчанском делают. Просто уничтожают. Они его не взяли ни за 12 этих дней наступления, ни в кольцо, ни в чё. Я не понимаю. То есть это просто вырожденцы какие-то. Мне с самого начала непонятно было, почему? Вот Херсон, как мы освобождали. Да, обошли город, вытеснили, обрезали пути снабжения, выдавили оттуда россиян. Купианс, кто же самый? Эти, блин, нафиг уничтожает город. Нет бы обойти его по полям, там, ну, они ломятся, тупо сносят своими кабами, авиабомбами. Пишут, у нас нету, у нас нету чего противопоставить кабам. Ну, пока нету, скоро появится, я не пойму. Если вы будете ждать 10 лет, вы что, думаете, у них эти кабы исчезут, что ли, или как? Или вы наделаете, против них там с очками будете эти кабы ловить? Чем дольше будет, блин, нафиг перемирие с этими упырями, тем хуже будет Украине. Нам надо сохранить страну, понимаете? Нам надо вернуть этих людей назад, чтобы они, вот эти миллионы, которые сейчас живут в оккупации, не становились, блин, нафиг мясом штурмовым для следующей атаки России на Украину ли, или на Прибалтику, на страны Балтии, или на Казахстан. Кстати, сегодня я где-то Гиль Рустам Задея смотрел, да. То есть прогнозы просто великолепны у этого человека. А лучше, чем он прогнозист, который наиболее 6% дает достоверную информацию, которая потом реализуется, сбывается, да. То есть я не знаю. То есть он даже, я забыл что-то с утра сказать, он говорил о том, что есть шанс на то, что дадут даже Соединенные Штаты, Запад, возможность работать нам этим американским оружием по территории Российской Федерации. Надо нахрен идти до этой Москвы, чтобы у них в жизни, чтобы у них глаз начинался дергаться, когда они про украинцев говорят. Перемирие, вы что, больные? Посмотрите на чеченцев, посмотрите на дагестанцев. Они в школе в вагончиках детей занимаются, а они, дагестанцы, тут со мной общаются, как они защищают свою родину. По-русски хрен говорит, блин, нафиг он здесь в Украине защищает свою родину. Вы хотите, чтобы наши украинцы так завоевывали дальше Киев, Львов там или, не знаю, Варшаву? Все будет Украина. Никаких перемирий. Что за гребаный вообще? Киев.